Я решила записать очень полезный туториал, потому что для меня это было в новинку, обнаружить, что я могу свои действия, которые у меня займут 5 часов, я их могу сократить до 5 минут. А именно речь пойдет о том, как переводить топологические карты с 2D формата в 3D модельки. Я же думала доисторически каким-то способом, к примеру, у меня есть выбранный участок, мой любимый подол, вот у меня есть квартал, и задача стоит следующая, поднять полностью все сооружения вот этого квартала в 3D модельку с правильными высотами, ну и желательно правильный скат и крыш. Окей, что же я думала? Я думала доисторическим способом, это перерисовать, взять с кадастро карту в правильных размерах, потом все здания вручную в архикаде поднять, и поднять по этажности, посчитав, сколько у нас тут окошек, вы в среднюю высоту этажа, и подняв, сколько в габаритах у меня будет занимать то или иное здание. Вот, это действительно долго, это реально где-то часа 4 нужно было посидеть, только ради одного квартала. Но, в общем, я задумалась над этим вопросом и подумала, ну неужели же люди вручную все это вычерчивают, может быть. Вот, и, слава богу, нашла интересный способ, крутой, почему-то в интернете о нем не говорят, я не знаю, хотя и ресурс бесплатный, доступный для всех. Вот, ну, в общем, решила поделиться с вами, надеюсь, это будет полезно. Ну, и самое главное, удобно, сэкономить вам время. Вообще, такой сайт называется CadMapper. Прежде всего, вам необходимо пройти бесплатную регистрацию, которая займет всего 2 минуты. После этого вы нажимаете кнопочку Get Started Creating a File. Программа автоматически считывает ваш IPN-адрес и находит вашу локацию. То есть, грубо говоря, предоставляет вам доступ полностью к вашей стране и городу, к районам города. В данном случае я выбираю местность, которую я хочу поднять в 3D-объем, то есть 2D-шки делать 3D, и выбираю свой любимый подол. Помимо маленького квартала, который мне необходимо использовать в работе, я еще и хочу захватить соседние кварталы. Для этого я вытягиваю, расширяю или уменьшаю вот эту вот область карты, выделяю, выбираю соседние кварталы, чтобы они смотрелись круто на визуалке. И после этого, после выбора площадки, которые я хочу вытянуть в 3D, я начинаю экспорт файла. Но для этого нужно его настроить. Программа предлагает следующие форматы. Формат автокадов, формат скетчапа 2015 года и более новые версии. Формат иллюстратора, рина, скетчап старых версий и другой формат. Также есть дополнительные опции, дополнительные настройки. Это вытягивать все сооружения в 3D или нет. Также можно, те, которые не распознаются автоматической программой, как 3D-модельки, им можно автоматически задавать высотность. То есть высоту, к примеру, давать у меня они будут 9 метров. Так как это подол, там 4-5-этажные застройки. И также можно выбирать экспорт ландшафта, то есть топографии. По поводу дорог, road geometry, тут можно также настраивать иерархию. К примеру, если вы хотите, чтобы у вас пешеходная зона была выше, чем дорога для автомобиля, то вы можете в метрах тоже выстраивать для каждого вида дороги свое значение. После этого нажимаете create a file. И у нас появляется 3D-аксонометрия, 2D-шка и топография. С правой стороны мы видим map details. То есть, грубо говоря, у нас есть и характеристика нашей выбранной карты, ее координаты, которые можно вбить себе в проект или в Google Maps. Также общее количество сооружений, их высотность. То есть вообще классный анализ сдаётся. Вот, собственно говоря, как выглядит наша карта. То, что мы подняли из 2D, мы получили 3D. Пытаемся скачать. И открываем это всё в скачапе. Вот она скачалась. Автоматически определяется, что это правило с расширением скетчапа. Вот, довольно быстро это всё открывается, очень удобно. И не пугайтесь, потому что многие из вас подумают, ай, да это же 2D-шка, как же так, а где 3D? Нет, на самом деле, посмотрите, что происходит. То есть вот вся наша топография, весь ландшафт, все высотности сооружений, очертания зданий, дороги, даже вплоть до того, что подъезды к домам, они все перенеслись. Кстати, кто не узнал, это речной вокзал. Это улица Сагадачного, а тут дальше квартальчик, который мне и нужен для работы. Вот он, улица Братская, Игоревская, Андреевская. Вот, в общем, такой способ, он очень быстрый, он действительно экономит вам время. И помимо того, что вы выстраиваете полноценную 3D-модельку в вашем районе, так мало того, у вас ещё есть существующий ландшафт, который в правильных пропорциях автоматически переносится вам в 3D-модель. Я считаю, это очень крутой способ. Надеюсь, что вам это поможет дальше в работе. И напоследок ещё приятная новость. То, что вы каждый из элементов можете редактировать спокойно в скетчапе. К примеру, мне нужно взять мой квартал, отредактировать высоту, ширину. И так можно редактировать полностью каждый элемент этой карты.